Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фонда рынка. И сегодня это небольшой обзор за четверг, за 8 июля. Обсудим, конечно же, ситуацию в валютной паре рубль-доллар, где наша национальная валюта продолжает крутое пике вниз. Уже стоимость доллара составляет выше 75 рублей, поэтому мы радуемся с вами. Также пообсудим ситуацию на товарно-сырьевых рынках, что здесь происходит и почему такое резкое падение. И цен на черное золото, и вообще на сырьевые товары. Ну и в общем оценим ситуацию, что на российском фондовом рынке, что на американском фондовом рынке. Итак, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видео обзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. И ситуация для большинства мировых индексов сегодня является крайне негативной. Мы видим, что почти все мировые индексы, за исключением единичных, окрашены в красный цвет. И падение не просто формальное, а там более 1%, если в частности говорим про Китай, там от 2,5 до 3,5%. Раз стали говорить про Азиатско-Тихоокеанский регион, не Китаем единым и там живем. Мы с вами видим, что и страна восходящего солнца продолжает находиться в нисходящем движении. Японцы теряют более 1%. Все это происходит на фоне тех новостей, что Токио намерен в ближайшее время ввести новые ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. И все это происходит накануне старта новых Олимпийских игр. Это, конечно же, не придает позитива Азиатско-Тихоокеанскому региону и, в частности, японскому индексу. Единственный островок зеленый на Азиатско-Тихоокеанском регионе, который мы с вами можем наблюдать, это Австралия. Но движение там довольно-таки слабое вверх, менее 0,2%. И лично мое мнение, что остается лишь вопросом нескольких дней, когда и они пойдут в большую или небольшую коррекцию. Ну а лидером падения, как я уже сказал, являются китайские индексы. Во всем, конечно же, правительство Поднебесное. Почему это происходит? Ну потому что китайцы пошли совсем иным путем. Они не собираются наращивать ликвидность, то есть не собираются раздувать пузыри, не собираются вбухивать деньги в свою экономику, как это делают те же самые западные державы. Это они начали делать еще с начала 2021 года. И мою позицию по этому вопросу я еще озвучивал в январе месяце. Я лично считаю, что на более долгосрочном этапе эта позиция окажется намного и намного выгоднее. Потому что сейчас, да, они находятся под неким давлением, но впоследствии они способны будут удержаться на плаву, в отличие от тех же самых западных держав, которые уже прошли вот эту так называемую точку невоззурата. И кризис на западных площадках будет довольно-таки серьезный. А китайцы в очередной раз, как и в 2020 году, выйдут из этого лишь победителями. Но на текущий момент, конечно же, ситуация в Поднебесной, она отразилась не только на их индексах, она автоматом отразилась и на товарно-сырьевых рынках. Мы видим с вами, что продолжается распродажа в сырье, в частности нефть, да, катится камнем вниз. Уже падение только за один сегодняшний день составляет более 1%. Мы уже перевалились ниже отметки в 73 доллара за нефть марку Brent. И я думаю, что в ближайшее будущее это будет продолжаться. Отчасти, конечно же, этому является виной тот же самый Китай, потому что они одни из самых сильных потребителей нефти в мире. Ну а раз ликвидности нет, раз денег не дается, то, конечно же, здесь и падение рынков. Но это только лишь одна из причин. Если мы с вами смотрим на европейский театр действий, возвращаясь к ситуации на фондовых рынках, то мы с вами видим, что все европейские индексы окрашены в красный цвет. Кстати, российский рынок держится довольно-таки уверенно по индексу московской биржи. Парадение составляет почти 1% на момент съемки видео. В отличие от тех же самых DAX и FTSE, здесь отражение имеет как раз-таки тоже ситуация в том же самом Китае. Европейские индексы падают одинаково на 1,7%. Российский рынок, почему еще индекс московской биржи держится так довольно-таки уверенно, здесь помогает переоценка тех же самых активов. За счет того, что довольно-таки сильно взлетел доллар по отношению к рублю, индекс московской биржи пока еще держится на плаву. В отличие от своего собрата, тоже российского индекса, только валютная его составляющая, индекс РТС теряет уже 1,5% и лично мое мнение, что здесь падение будет очень и очень сильное. Думаю, что до 1400 пунктов минимум в ближайшее время уже дойдем. Но ситуация в том же самом индексе московской биржи, она довольно-таки предсказуемая. Недолго будет еще доллар, пара рубль-доллар помогать нашему индексу держаться на плаву. Конец дивидендного сезона не за горами. Уже 13 июля будет дивидендная отсечка у «Газпрома» и это ознаменует конец дивидендного сезона. И иностранные игроки будут массово выходить с нашего российского фондового рынка. Начнутся массовые распродажи, что за собой, конечно же, повлечет и падение нашего российского индекса московской биржи. Что происходит на американской рынке? Фьючерсы все окрашены в красный цвет. Падение составляет более 1%. Мы еще только вчера с вами видели, что были какие-то исторические максимумы. А сегодня уже происходит довольно-таки серьезный откат вниз. И говоря про американские рынки, хотелось бы начать основную часть нашего видеообзора с того, что вчера были опубликованы протоколы двухнедельной давности заседания Федеральной резервной системы. На самом деле, в отличие от прошлых протоколов, мы с вами ничего нового здесь не узнали. Все то, о чем говорилось в данных протоколах, мы уже с вами даже на нашем канале сумели обсудить очень и очень подробно. Но факт остается фактом, что настроение представителей Федеральной резервной системы остается прежним, что необходимо все-таки решать вопрос по тому, как сворачивать программу количественного смягчения. Нужно разработать экстренный план. Ну а раз такие вопросы уже поднимаются постоянно, я думаю, что, конечно же, остается вопросом всего лишь нескольких месяцев, когда начнется сворачивание программы количественного смягчения. Вечно держать печатный станок включенным Соединенным Штатам Америки просто-напросто не удастся. Мы с вами видим, что экономика Соединенных Штатов Америки восстанавливается довольно-таки неплохо и настанет в любой ближайший месяц тот момент, когда и Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, и представители Федеральной резервной системы скажут, что необходимо как минимум провести небольшой эксперимент и посмотреть, а как экономика будет справляться без посторонней помощи. И в этот момент, конечно же, настанет довольно-таки серьезные распродажи на фондовых рынках. Благодаря именно вот этим настроениям, которые сейчас присутствуют на фондовых рынках, мы с вами наблюдаем, что индекс доллара продолжает сейчас дорожать, и, конечно же, это оказывает дополнительное давление на валютную пару рубль-доллар, который, я как уже сказал в анонсе нашего видео, преодолел отметку 75 рублей. И почему на самом деле происходит здесь такая ситуация, мы с вами должны обязательно в этом разобраться, потому что у нас впереди предстоят довольно-таки серьезные и важнейшие события с точки зрения именно российской экономики. Вчера с вами после закрытия основной торговой сессии мы получили данные от Росстата по инфляции на территории Российской Федерации. И данные, как мы с вами и предполагали на нашем канале, оказались хуже ожидания. Прогноз аналитиков сводился к тому, что инфляция вырастет до 6,3% в годовом выражении. Но она побила даже эти пессимистичные прогнозы и составила 6,5%. То есть, скорее всего, мы с вами на нашем канале оказались в очередной расправой. И Эльвира Сахипзадова на последней своей пресс-конференции, когда нас уверяла в том, что в России инфляция спроса, она просто-напросто ошиблась. У нас не инфляция спроса, у нас именно инфляция предложения. Надеюсь, вы все прекрасно знаете разницу между инфляцией спросом и инфляцией предложений. И вот как раз-таки при инфляции предложения бороться с повышением ставки просто-напросто не имеет никакого смысла. Это лишний раз просто забивание гвоздей в гроб российской экономики. Но сейчас уже становится очевидным политика Центрального банка Российской Федерации, что мы намерены и в дальнейшем повышает ставку, но уже, я думаю, ни для кого не станет сюрпризом, если ставка будет повышена всего лишь на 0,5%, то есть до 6%. Это уже рынком полностью заложено на цене и ситуацию фактически это повышение ставки не спасет. Если повышать ставку на текущий момент, то ее нужно повышать довольно-таки серьезно, чуть ли не на 1% сразу же. Ведь сейчас, даже если посмотреть ту же самую доходность наших облигаций федерального займа через год, то она уже составляет 6,32%. И здесь как раз-таки более или менее будет укладываться в логику, что будет повышение ставки сразу же на 1%. Конечно же, в моменте отчасти это поддержит нашу национальную валюту, и рубль в моменте сможет немного даже укрепиться, потому что будет это такое сверхсильное повышение ставки. Может быть, даже Эльвира Сахебзадовна и сделает более серьезные такие интервенции, и повысит ставку сразу же на 1,25%, чтобы перебить ту же самую инфляцию. Но в этом, конечно же, я очень и очень сильно сомневаюсь. Но повышение ставки повлечет за собой более катастрофические последствия для тех же самых многих российских компаний. То есть кредиты у нас в России будут становиться дешевле. Выплаты по тем же самым кредитам будут становиться намного и намного дороже. Деньги в России просто-напросто станут дороже. И обслуживать те же самые кредиты, которые были взяты, будет довольно-таки проблематично. Все это повлечет за собой ряд экономических последствий, даже вплоть до того, что многие предприятия начнут просто-напросто банкротиться. Деньги стали дороже, обслуживать кредиты станет фактически невозможным. Либо же будут какие-то крупнейшие поглощения, так как компании будут довольно-таки дешевые, либо просто-напросто будут происходить банкротства. Все это, конечно же, повлечет за собой и порчу того же самого инвестиционного климата. И иностранцы при такой ситуации просто-напросто экстренно будут покидать наш российский фондовый рынок. А раз они будут покидать наш российский фондовый рынок, все будет стабильно. Они будут наши никому не нужные рубли менять на свою валюту, в частности, евро, доллар, да, к примеру. И все это будет играть не на руку рублю. И рубль будет стремительно ослабляться, ослабляться и еще раз ослабляться. К тому же мы с вами уже на этой неделе говорили о том, что экспорт той же самой нефти, он продолжает у нас падать. И правительству Российской Федерации, в частности, Министерству финансов, необходимо, чтобы за более-меншее количество поставляемой нефти мы получали больше тех же самых рублей. Ну а как следствие необходимо просто ослаблять нашу национальную валюту. Поэтому у рубля в данной конкретной ситуации против доллара не остается никаких шансов, кроме как идти вверх. Но одновременно с этим, дорогие друзья, хотелось бы вас, может быть, немножко порадовать, либо такую ложку меда в бочку с дегтем все-таки я добавлю. Многие спрашивают, что же делать, Владимир, мы не успели купить доллар. Хотя я до сих пор лично, вот лично, я не понимаю, как можно не успеть, когда из выпуска в выпуск, из выпуска в выпуск. Я четко всегда называл те уровни, на которых стоит покупать валюту. И даже еще на прошлой неделе, когда американский доллар стоил около 72 рублей, я говорил, дорогие друзья, покупайте валюту. Валюта в очень ближайшее время ринется наверх. Но мне почему-то никто не верил. Все смотрели аналитиков, которые кричали, что раздадим лохам по 73, набирайте. Но сейчас они почему-то радуются. Я посмотрел здесь этого аналитика, на которого мне ссылались, и я не понимаю его такую радость. Он в один момент кричит, что у него все растет. В другой момент он радуется, что у него все падает. Но непонятный мне немножко человек. Но да ладно, кто-то смотрит, кому-то это на самом деле нравится. Кто-то с помощью него, может быть, даже и зарабатывает. Поэтому, дорогие друзья, если не успели купить валюту, теоретически через неделю у нас в Российской Федерации стартует А. Крупный большой налоговый период. Период, во-первых, налогов за второй квартал 2021 года. Ну и, соответственно, еще будут налоги за первое полугодие 2021 года. Соответственно, нашим компаниям-экспортерам потребуется довольно-таки существенная сумма денежных средств. И они будут обменивать свою валютную выручку на наши рубли. И, конечно же, это немного в моменте поддержит нашу национальную валюту. Одновременно с налоговым периодом в России будет происходить заседание Центрального банка Российской Федерации. И от решения Эльвиры Сахибзадовны будет зависеть очень и очень много. И если она решит поосторожничать и поднимать ставку все-таки так, как она говорила еще недели и ранее, что там на полпроцента, то, конечно же, это рубль не поддержит. Но если она рассмотрит тот сценарий, который мы рассматривали несколькими минутами ранее, и будет повышать ставку сразу же на 1% и более, то вот это, конечно же, окажет рублю некую локальную поддержку. И в моменте рубль даже может немножко и поукрепляться. И те, кто не успел все-таки закупиться валютой, надеюсь, в этот раз, я заранее вам это говорю, вы это сумеете сделать и валютой просто-напросто себя подстрахуете. Я не говорю, что покупать доллар на всю котлету, на весь ваш депозит, но необходимо обязательно иметь довольно-таки серьезный процент именно в валюте ради подушки безопасности. Здесь уже, конечно же, говорить о ценах 72,7 или 72,2, или как мы с вами брали, фактически уловили одно в одно из наших покупок, это 71,6, уже, конечно же, не приходится. Но в районе 73,73, я думаю, такой шанс у вас еще, дорогие друзья, появится. Это, конечно же, укладывается и в рамках, с точки зрения фундаментального анализа, и с точки зрения того же самого технического анализа. Такие выносы наверх, они, ну, всегда предполагают за собой движение небольшое вниз. Здесь ретест тех же самых зон восходящих каналов, а здесь, если вы разбираетесь в техническом анализе, то вы сможете увидеть даже целых два восходящих канала. Один такой более долгосрочный тренд имеет, более медленный, но вот благодаря такому жесткому выносу наверх у нас одновременно с этим сформируется еще и дополнительный восходящий канал, более стремительный. Многие спрашивают, Владимир, вот ты говоришь о росте доллара, что ты закупился, а на каких уровнях ты собираешься его продавать? Ну, об этом, да, я действительно говорю не так часто, но цель моих спекулятивных покупок валют это 82 рубля и более. Когда это произойдет, ну, точную дату, к сожалению, я вам назвать не могу, потому что я не экстрасенс, и видеть будущее я, к сожалению, либо к счастью, не умею. Наверное, все-таки к счастью, никому не хотелось бы пожелать знать свое будущее. Ну, так вот, но предположить то, что после важнейших политических событий, что в России, что в Германии в сентябре месяце этого года, наша национальная валюта подвергнется довольно-таки серьезному давлению, ну, мы с вами можем, и поэтому думаю, что 82 рубля мы смело с вами можем увидеть. Кто же все-таки опасается и думает, что все-таки мы не достигнем отметок 80 рублей, то минимальная цель, да, вот этих коротких спекуляций, если вы брали на короткий промежуток времени американскую валюту, то это район 76-76,5. Здесь у валютной пары рубль-доллар довольно-таки мощное сопротивление, которое, я думаю, с первого раза, так, с нахрапа, да, как говорится, взять ее этот уровень не удастся, по-любому будет происходить откат, я как раз-таки думаю, что с точки зрения техники мы подойдем примерно на следующей неделе к этим значениям, но, как я всегда и говорил, если есть технические моменты, что мы должны немножко откатиться вниз, сразу же подтаскивается и фундаментал. Фундаментал – это начало налогового периода и заседание Центрального банка Российской Федерации. Но для индекса доллара еще необходимо стоит отметить следующий момент, что на следующей неделе в банковском комитете Сената Соединенных Штатов Америки будет в очередной раз выступать глава Федеральной резервной системы Джером Пау. И вот что он скажет банковскому комитету, для индекса доллара тоже будет иметь очень и очень большое значение. Может быть, заявление Джерома Пау отчасти успокоит игроков, но может случиться, конечно же, и такой момент, что наоборот, его заявления в очередной раз просто-напросто напугают, и тогда индекс доллара взлетит еще выше. Конечно же, индекс доллара влияет и на товарно-сырьевые рынки. И если доллар дорожает, то товарно-сырьевому рынку ничего не остается делать, как идти вниз, потому что за то же самое количество долларов вы можете купить меньше сырья. Ну и, соответственно, раз вы покупаете меньше этого сырья, то спрос на него уменьшается, ну и, соответственно, цена падает. Но это аксиома просто, которая не требует доказательств. Дорогие друзья, ну вот такой небольшой вам видеообзор мы сегодня предоставили. Надеюсь, он заслуживает того, что вы поставите обязательно лайк и что вы напишите комментарий больше пяти слов, именно слов. Напомню, да, что алгоритмы YouTube устроены таким образом, что за активность они считают именно комментарии, которые имеют больше пяти слов. Ну а, соответственно, раз на канале под видео существует активность, то оно позволяет охватить как можно больше людей. Если вы хотите помочь данному каналу развиваться и дальше, то огромная просьба писать более развернутые комментарии. В своих комментариях вы можете писать, конечно же, и вопросы, и пожелания, и мнения, и критику, которой я всегда очень и очень безумно рад. Есть критика обоснованная, есть критика, которая не всегда правильная, но критика, она помогает любому человеку всегда становиться лучше. Ну, если этот человек, конечно же, адекватный. Дорогие друзья, также не забываем подписаться на канал, не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео в связи с тем, что у меня сейчас очень много работы по основному бизнесу. Видео выходит не в стандартное всегда время, точное время определить нельзя. Сегодня оно выйдет довольно-таки рано, потому что в полшестого вечера по Москве у нас состоится большой прямой эфир с ребятами из закрытого премиум чата, где я более подробно как раз-таки поделюсь своими мнениями по ситуации на фондовой рынке, как я ее вижу, какие наши дальнейшие действия при текущих ситуациях, когда нам будет необходимо делать какие-то закупки, либо вставать в шортовые позиции. Хотя, опять-таки, я жуткий противник играть в игру на понижение, потому что, ну, это я уже ребятам из закрытого чата подробнейшим образом уже все это расскажу. Также, дорогие друзья, чтобы посмотреть данный прямой эфир, если вы не являетесь участником закрытого премиум чата, вы можете проспонсировать данный YouTube канал, и это видео будет для вас уже тоже доступно. И всю вот эту информацию о моих сделках, о моих планах на ближайшие несколько месяцев вы спокойно сможете узнать, нажав кнопочку «Проспонсировать». Там сумма чисто и чисто символическая. Дорогие друзья, не забываем одновременно с этим подписаться на наш Telegram канал «Открытый», где публикуется очень много новостей. Также, дорогие друзья, не забываем подписываться на Instagram и на Яндекс.Дзен. Уже со следующей недели, когда я буду находиться в отпуске, я уделю этим двум ресурсам побольше времени, и, соответственно, вы получите более широкую аналитику от источников канала «Инвестпрофит». Дорогие друзья, рубрика по скриптум, как всегда, это, конечно же, про футбол. Вчера был интереснейший матч, и несправедливо, конечно же, датчане проиграли, лично на мой взгляд. Игра была достойная победы, несправедливо назначенная пенальти, лично на мой взгляд. Если и было назначать пенальти тем же самым англичанам, то это еще в основное время, когда Кейн тоже падал в штрафной. Ну и вот там оно более явное было, чем то, которое показали на стерлинге уже в дополнительное время. Но ставка, которая стояла на тотал больше двух с половиной, она все равно себя оправдала. Надеюсь, вы поняли, что в матчах плей-офф необходимо всегда ставить тоталы именно на весь матч, а не на основное время. Надеюсь, такие прописные истины вам говорить просто-напросто не приходится. Очень жалко, что датчане не прошли. Мне кажется, был бы очень красивый финал Италия-Дания. Тем более, вратарь у датчана это просто какой-то волшебник и фокусник. И лично я думал, что уже когда начиналось дополнительное время, что у англичан просто не было бы шансов в серии пенальти. Но здесь отчасти, да, может такая теория заговоров вмешивается. Англичане играли, во-первых, на своем поле. Юбилейный чемпионат. Финал тоже будет проходить в Англии. Ну и здесь все карты просто-напросто сошлись. Но это к фактам не пришьешь. Я говорю всегда, вот такие теории заговоров, они голословны. Каждый думает, что он прав. И каждый будет всегда отстаивать лично свою точку зрения. Ну и напоследок, дорогие друзья, поздравляю всех с сегодняшним праздником. Ну, может кто не знает, сегодня день семьи, любви и верности. И, дорогие друзья, поверьте на слово, что именно наша семья помогает нам всегда становиться лучше, лучше и больше зарабатывать. Если у вас гармония именно в семье, то у вас будет гармония и в голове. А раз будет гармония и в голове, то, соответственно, будет гармония и в кошельке. Ну, это опять-таки тоже такое лирическое отступление. Дорогие друзья, не забываем ставить лайк, подписываться, комментарий больше пяти слов. Ну, а мы с вами увидимся уже по традиции завтра днем, где будем, наверное, подводить какие-то предварительные итоги сегодняшней недели. Очень интересно будет посмотреть на то, как поведут себя американцы, когда откроется их торговая сессия, сумеют ли они откупить, либо же падение, наоборот, лишь усилится. Узнаем и обсудим это завтра, послезавтра, когда будут итоги недели. Пока-пока, друзья!